У меня будет такой вопрос. Украинские переселенцы-беженцы также поступают в Калугу и Калугскую область достаточно активно. Мне интересно, смогут ли люди, которые решили закрепиться в Калуге и Калугскую область, и оказать действительно существенное влияние на кадровую ситуацию и в социальной сфере у нас веканами? Держите микрофон, включите на него. Но у нас достаточно много клиентов, где-то около полутора тысяч трудоспособных специалистов, причем не плохих специалистов, работают по-настоящему. Это большая армия, полторы тысячи, это много. Причем в разных отраслях. Частично убедились, которые здесь самые бывают. В наших предприятиях именно работают. И мы с ними разговариваем везде. Останутся ли они, трудно сказать, как быстро будет управляться там ситуация? Конечно, нормальное стремление любого человека, здорового, настоящего, бездорожного. Но если мы за это время проявим, успеем проявить во всей красе свое гостеприимство и добродушие, то они как раз могут сказать, от добра до брони ищут, к чему мы будем испытывать судьбу, мы только от того, кем не любит того, с того, кем не любит того, с того. И чаще всего какие-то теоретические статьи, я считаю, из Обнинска. Но, как мне кажется, учитывая, что несколько электропоездов каждое утро из Обнинска уходят наполненными жителями города Обнинска, теми, кто работает в Москве и предместе в Москве, в Московской области, для Обнинска сегодня привлечать еще, ну, привлекать в качестве рабочей силы беженцев необходимо. И когда они обращаются в город Обнинск, надо честно говорить, друзья, мы рады вам помочь, но вас ждут в других местах, в нашей области, и вас готовы приютить, и вам дадут работу, и вам постараются помочь с жильем. Вот это надо всегда не бояться говорить честно, вместо того, чтобы дать им возможность там как-то зацепиться, а потом с этими проблемами не знать, что делать. Там своим работать нельзя. Обнинска. Обнинска зажат сегодня в своих границах так, что он при всем желании уже ни одного производства создать не может. И во возраемом будущем не предвидится. Кстати говоря, вот я не знаю, из области есть там, или нет. А, вот да, Наталья, я убедительно прошу, чтобы жители об этом знали. Мне не принадлежит инициатива расширения границ Униска. Принадлежала где-то лет 10 назад. Я натолкнулся на сопротивление. И сказал, больше я в этом не участвую. И действительно, честно не участвую. Поэтому это ваш вопрос. Вы его и решайте. Как с памятником Глубову, как с границами. Это вопрос вашего населения. У меня попросил Александр Александрович, чтобы я переговорил с главами администрации, Боровским, Жуковским и Малоразваянским, истанковыми депутатами, что если вдруг и потребуется, чтобы они поддержали. Я сказал, во всех этих трех муниципалитетов. Если вас попросит Александр Александрович и депутаты собрания городского города Омбаска, поддержите. Все. Но если только попросит. Сейчас процесс идет. Я не участвую. Понимаете? Не сваливайте на меня то, в чем я не участвую. И не приписывайте мне никаких заслуг. Где я действительно не участвую. Об этом читаю. Вот по инициативе губернатора. А это нам на самом деле не надо. Теперь вот Мишка, эти поселки цыганские надо обустраивать. Вот нам губернатор навязывает. Не надо об этом говорить. Такого нет. И Мишку уже сейчас... Наталья, я тоже читаю. Поехали пересказываю. Значит, это не моя инициатива. Я прошу тебе на этой карте, значит, сказать об этом. Победители тоже с нами. Еще вопросы, коллеги. Пожалуйста. Значит, мы будем примечать... Давайте, пожалуйста. Мы будем примечать в том количестве, в котором они к нам приезжают. Они нам все дружат. Но не в городе Огненске. В городе Огненске мы в них не нуждаемся. И поэтому Татьяна Михайловна, пусть там очередной, если какой-то заход на эту политику, не делаем. Это несчастье. Продолжение следует...